Лишь на прошлой неделе несколько активизировалась деятельность Нарьинмарского морского торгового порта в рамках навигации 2020. Но вряд ли этого будет достаточно, чтобы достичь показателей хотя бы прошлого года, который тоже был не слишком успешным для предприятия. В определенном смысле палочкой-выручалочкой для нашего порта стал нынче такой вот обычный щебень, предназначенный для дорожного строительства. Он составляет 4,5 общего объема поступивших грузов. Его везут сюда, а также на Варандеев, Сабетту, на Ямал, из открывшегося три года назад после полувекового простоя Беломорского порта Умба, рядом с которым создали крупный карьер. На прошлой неделе к причалам Нарьинмарского порта трижды пришвартовывались сюда класса река моря. Это были Грант, Самур-3 и Балтийский. В минувшую субботу подошел нефтерудовоз Шала и тоже со щебнем. Как работать в полную силу-то начали только вот-вот, потому что в июне поступления грузов почти не было. Возможно, это связано и с эпидемиологической обстановкой. И в основном сейчас поступают грузы минерально-строительные, то есть это щебень. Однако нужно понимать, что щебень – это навалочный груз, обработка которого оценивается по низшему тарифу и дохода порту приносит немного. Ладно, хотя бы и так, но уже понятно, что за время, оставшееся до завершения навигации 2000, даже тех 100 тысяч тонн, поставка которых планировалась, не будет, не успеть. Завезут в лучшем случае 70 тысяч тонн. А уж так называемые генеральные грузы, которые способны обеспечить наибольшую прибыль, они, увы, доставляются лишь изредка. Генерального груза крайне мало, то есть практически четвертый причал не загружен без работы. Генгруз идет в малых количествах, в основном это по морю. Работаем с Polar Trans регулярные рейсы, хотя при отсутствии грузов в эту навигацию о регулярности тоже, говорит, не приходится. Точно так же, в сентябре, день в день, только 37 лет назад с этой же точки, с микрофоном в руке я вел репортаж для окружного радио. О своем местном телевидении в Ненецком округе тогда могли лишь мечтать. Как сейчас можно лишь мечтать о тех показателях, которые были достигнуты в рекордном для Наринмарского морского порта в 1983 году. Через порт тогда прошло 450 тысяч тонн грузов. В ту и несколько последующих навигаций работа буквально кипела на всем протяжении 700-метровой причальной линии. Причем велась не только разгрузка, но и погрузка. Многие суда уходили из Наринмара не с кустыми трюмами, как в последние годы, а везли в Англию из скандинавские страны пиломатериалы, знаменитую в то время Печорскую доску. Это осталось в прошлом, как по объективным, так и по субъективным причинам. Что, впрочем, является отдельной темой. Важнее другое. А готов ли вообще наш порт сегодня к обработке подобных объемов? Даже в этом состоянии, в нашем, не техника достаточно старая. Тем не менее, 250 тысяч мы освоить можем. Возможности есть, но, конечно, не надо забывать, что сколько лет уже порту, сколько лет оборудования, то есть фонды не обновлялись. Все это оборудование дорогостоящее и требует постоянного ремонта. Не только, скажем, оборудование, но и причала в том числе. Поэтому, конечно, реконструкция или модернизация просто необходима. Получается некий замкнутый круг. Без должного грузопотока нет прибыли. Без нее о модернизации остается лишь мечтать. А без реконструкции порт постепенно теряет свою привлекательность для потенциальных клиентов. Как разорвать этот круг? В самом порту на ситуацию повлиять, по сути, не в силах. К сожалению, это не от нас зависит. В первую очередь, это от тех объемов, от тех, наверное, каких-то государственных программ. То есть, что планируется завести вокруг, в каком количестве. Короче, уповать остается лишь на подъем деловой активности в регионе, что может быть связано со строительством новых объектов, реализацией каких-то крупных проектов. А пока что до закрытия очередной навигации остается всего месяц. Может, чуть больше. Одно радует – порт все-таки держится на плаву. И люди в нем не теряют надежду на лучшие времена. Михаил Веселов, Владислав Ткачев, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».